Даже воришку, укравшего радио из машины, так не осудят. Парламент Нелисты.ЦЗА, Чехия. 30 марта 2018 года. Забавно, что без доказательств в наших правовых государствах нельзя осудить даже воришку, который украл радио из машины. Но зато можно подтолкнуть мир ближе к кризису и войне. Так комментируют дипломатический скандал, возникший из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля, редактор газеты Литерарь Ненавины, Литерарь Ненавины, и аналитик Тереза Спенсерова, Тереза Спенчерова. В рамках регулярного обзора событий за неделю на портале Парламент Нелисты, Парламент Нелисту, также комментируют выступления спикера Палаты и представителей Конгресса США в нашем парламенте. Просто невероятен тезис о сотни лет, на протяжении которых мы якобы вместе боремся за мир и свободу. А как же 1938 и 1989 год? Вот тебе и на. Мы, прямо как они, пришло мне в голову. По сути это подтверждает правоту тезиса профессора Коу Колика о том, что туда наверх попадают в основном деприванты, которым в данном случае местные прислуживающие деприванты с восторгом аплодируют, отметила Спенсерова в связи с речью Пола Райна. Парламент Нелисту.ЦЗ, разразилась дипломатическая война между Западом и Россией. Высылаются десятки дипломатов из-за подозрения о том, что Россия стояла за отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля. Причем само британское правительство продолжает говорить о серьезных подозрениях, но действует так, как будто нашла. Бытует такая шутка. У отравленного Скрипаля и его дочери Самовар, балалайку и, быть может, даже паспорт самого Владимира Путина. Как вы оцениваете эти события? И как вы прокомментируете слова Сергея Лаврова, что те государства, которые сейчас высылают дипломатов, шепчут России в ухо извинения за то, что они делают? Тереза Спенсерова, вы правы в том, что по-прежнему нет никаких доказательств, а шесть разоблачающих слайдов по AirPaint, которые британцы демонстрируют миру, совершенно ничего не меняют. Можно только отметить, что очень похожие слайды, об иракском оружии массового уничтожения, привели к смерти приблизительно миллиона человек. Но, конечно, есть и важный аспект. По доступной информации, в конце прошлой недели на саммите ЕС в Брюсселе присутствующие полностью проигнорировали тот факт, что британцы не представили никаких доказательств, а сосредоточились на том, как наказать Россию. Кстати, это даже забавно, без доказательств в наших правовых государствах нельзя осудить даже воришку, который украл радио из машины, но зато можно подтолкнуть мир ближе к кризису и войне. После таких плодотворных переговоров лидеры ЕС взяли паузу до понедельника, когда началась солидарная высылка российских дипломатов. В общей сложности изгнали более сотни, но важно то, что более половины из них выслали Соединенные Штаты, аж 60, тогда как сама Великобритания не достигла и половины от этого количества. Около половины ЕС ограничилась оправдательной высылкой одного дипломата. В этой связи Чехия выглядит буквально отличником. Остальная половина вообще отказалась высылать дипломатов. Иными словами, если все это должно было стать проверкой единства Запада, то, похоже, англо-американская ось еще крепка, но на остальных ни одному порядочному евроатлантическому ястребу лучше не полагаться. Особенно если посмотреть, скажем, на Германию. Сначала она из солидарности в деле Скрипаля высылает четырех российских дипломатов, а потом ради своих интересов и прибыли дает зеленый свет северному потоку. 2. Словакия самоуверена, а Австрия и Бельгия хотят быть, не важно что там со Скрипалем, открытыми каналами коммуникации, поэтому отказываются обострять отношения с Россией. Фактически того же хотят и все остальные государства, кто выслал по одному российскому дипломату. Например, в Италии формируется правительство скептически настроенных в отношении ЕС победителей выборов, так что и она, вероятно, поведет себя иначе извиниться за одного высланного дипломата перед Россией, может, и во всеуслышание. У южного крыла, образуемого Португалией, Испанией и Грецией, традиционно свои проблемы, поэтому какие-то политические экзорсисы в Лондоне их не интересуют. В общем, Европейский Союз предстает в специфическом свете, ЕС дробится снова и снова каждый раз, когда кто-то начинает к чему-то его принуждать, и единство сохраняется лишь формально, чтобы никто ничего не сказал. Но есть еще и, разумеется, сама Великобритания. У меня такое впечатление, что правительство в Лондоне действует так прямолинейно, что не оставляет никакого пространства для маневра, поэтому ему придется продолжить душить Россию вплоть до какой-нибудь развязки. А ее я пока не могу себе представить. Но уже сейчас я вижу, что реакция Запада на историю Скрипаля – это перестраховка, поэтому неясно, как Лондон сможет заручиться поддержкой для своих дальнейших, по логике вещей более резких, шагов. А если этой поддержки уже не будет, то правительству премьера Мэй придет конец. Но, возможно, она успокаивает себя тем, что лучше войти в учебники истории как премьер, который героически пал в борьбе с Россией, чем премьер, который себя и всех вокруг замучил бесконечными и непонятными спорами с Брюсселем. Конечно, можно опереться на Вашингтон, у которого рекордный военный бюджет, и где во главе Госдепов стал Майк Помпео, а советником по вопросам национальной безопасности стал Джон Болтон. Все это очень напоминает формирование военного кабинета, но будем надеяться, что Европой не руководят одни самоубийца, которые сложа руки наблюдали бы, как надвигается война, ядерная война, с Россией, то есть ядерная война на нашем, а не на американском континенте, последняя неделя для России, как холодный душ. И не только из-за высылки дипломатов, но и из-за пожара торгового центра в Кемерово, где погибло более 40 детей. Россияне возмущены и поносят местных функционеров. Не помогло даже то, что представитель губернатора встал на колени перед взволнованной толпой. Может ли совпадение двух этих событий стать проблемой для переизбранного Путина? Мне кажется, что до сих пор западное давление на Россию только возвышало Путина в глазах россиян, поэтому не понимаю, почему на этот раз что-то может измениться. А трагедия в Кемерово, что общего с нею Путина? Напротив, если он отреагирует решительно, отправит в отставку несколько ответственных за установление и соблюдение норм безопасности и прочее, то проблем не возникнет. Трагедии случаются. Важно сделать так, чтобы они не повторялись. Кстати, как гласил заголовок на одном чешском информационном портале к статье о безопасности наших торговых центров, охранникам, работающим за 60 крон в час, наплевать, провал следует за провалом, так можно сказать о Дональде Трампе. Ни один уважаемый юрист не хочет его защищать. Его зять Джаред Кушнер уличен в серьезном конфликте интересов. А кроме того, нашлись еще какие-то дамы сомнительной репутации, которые утверждают, что у них была связь с Трампом. Также говорят, что его брак разваливается, и поговаривают, что вряд ли республиканцы захотят, чтобы в 2020 году Трамп переизбирался. Может ли американский президент, которому пригрозили отставкой в случае, если он отстранит собственного прокурора Мюллера, еще выбраться из сложившейся ситуации? Например, с помощью какой-нибудь войны, большой или маленькой? Давайте по порядку. Итак, сенсация дня. Новость о том, что 12 лет назад у Трампа была связь с проституткой. Вот это да. Джареда Кушнера якобы держит в кулаке саудовцы с их нефтедолларами. Вот это да. Джордж Буш-младший тоже вел дело с семейной империей Бен Ладинов, пока армия США гонялась за их родственникам террористом, и никого это не беспокоило. Один юрист действительно отказался от того, чтобы защищать Трампа. Вот это да. Неужели не найдется другого? А если республиканцы решат выставить другого кандидата на будущих выборах, так у них на то есть полное право, не так ли? Я бы по этому поводу не переживала. Из Америки вообще каждый день поступают тонны важнейших новостей, большую часть которых продуцируют СМИ явно антитрамповской направленности. И большая часть этой информации яйца выеденного не стоит. Давайте подождем и увидим, что будет важным, к примеру, через год. Мне больше интересно, вступит ли Трамп в настоящую торговую войну с Китаем и насколько далеко продвинется в оттеснении России. В общем, те вещи, которые так или иначе могут затронуть и нас с вами. И не обязательно сразу говорить о войне, большой или маленькой. Достаточно такой тривиальной вещи, как мусор. Китай, например, обозначает поле битвы тем, что уже не хочет импортировать европейский мусор для переработки и тем же угрожает Соединенным Штатам. Так что впору задуматься о том, как мы здесь, в цивилизованной Европе, будем утопать в помоях. Еще на прошлой неделе Вашингтон грозил Китаю импортными пошлинами, а теперь вот пытается заставить Пекин ради бога уже забрать американский мусор, потому что у самих Соединенных Штатов нет возможности для его переработки. Ким Чен Иин посетил Китай и впервые встретился с Си Цзиньпином. Еще интереснее то, что северокорейского лидера ожидает встречи с Дональдом Трампом. В Китае Ким Чен Иин якобы заявил, что его цель – завершить ядерную программу КНДР. Неужели есть надежда, что в мире станет на один очаг напряженности меньше? Флагманский визит Ким Чен Иина в Пекин явно связан с заявленным саммитом с Трампом. В последние недели и месяцы США старались отстранить Китай от решения корейской проблемы, пусть даже ценой того, чтобы основную инициативу взяла на себя Южная Корея. Теперь же Пекин просто громко заявил о своей роли в этом процессе, при этом поддержав именно внутрикорейский диалог, то есть контакты между Южной и Северной Кореей, тем самым ответно выбросив из игры США. Кстати, в официальных китайских документах, обнародованных после визита Ким Чен Иина, ни о США, ни о саммите с Трампом нет ни слова. Приоритетом является корейский саммит, запланированный на апрель, который получил явную поддержку от Китая. А уж присоединиться впоследствии к процессу Трампа или нет, зависит только от него. Если да, то хорошо, но если же его уязвит не американское развитие событий и Трамп откажется, то это будет его проблема. Сейчас границы обозначены, азиатские проблемы будут решаться азиатскими игроками. Если же они договорятся и о ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове, к чему Китай склоняет Северную Корею, то почему бы и нет? Из Сирии, точнее из Африны и Восточной Гуты, поступают странные новости. Гута постепенно утрачивает статус зоны боевых действий, но Африн переходит под контроль турок, которые собираются продвигаться далее. Означает ли это, что дело Башара и Асады уже в целом неплохи, а курдов ждет печальная участь? Если вкратце, то поддерживаемые турками джихадисты в последние две недели покидают Восточную Гуту и эвакуируются в Идлиб к турецким границам. В Гуте остаются только террористы из ИГИЛ, запрещенная в РФ организация, примечания редакторов, которых на протяжении всей войны финансирует и вооружает Саудовская Аравия. Им не очень нравится перспектива отхода в Идлиб, потому что Турция с саудовцами на ножах, поэтому там их ожидала бы лишь очередная фатальная битва со своими, намного более многочисленными, братьями по вере оружию. Кроме того, в Идлиб они могли бы приехать только со своей семьей автоматом, потому что тяжелое вооружение в эвакуационный автобус не войдет, поэтому убили бы их там очень быстро. Они предпочли остаться при своем и, скорее, выберут борьбу с режимом не на жизнь, а на смерть в Гуте, хотя якобы подумывают об эвакуации на юг Сирии или в горы Коломун. Но вообще да, многолетняя проблема восточной Гуты, то есть оплата джихадистов вблизи центра Дамаска, с позиции режима в целом решена. Далее правительственные войска будут наступать на бывший палестинский лагерь беженцев Ермук под Дамаском, который контролирует исламское государство, а затем, скорее всего, на юг Сирии, куда к местным джихадистам отправились российские переговорщики. Затем последует регион Хамы и в конце – Идлиб. То есть сейчас цель в том, чтобы расширить безопасную зону вокруг Дамаска и постепенно дочищать ее. Кстати, я упомянула Ермук, а это интересная история. Прошло около трех недель, как из его половины эвакуировали приблизительно три джихадистские группировки, которые делили регион с ИГИЛ. В тот момент правительственные войска, судя по всему, благостно поверили в свою победу, но когда после торжеств вошли в освобожденные районы, там уже был ИГИЛ, который немедленно начал уничтожать их танки. Такая вот странность. Или это просто реальность войны, в которой нет ничего совершенного. На противоположном конце Сирии, на севере и в Африне, действительно хозяйничают турки, которые действительно собираются захватить курдские регионы вплоть до востока к границам Ирака. И на самом деле кажется, что в итоге цель – населить приграничные области надежным населением, скорее всего сирийскими туркменами, которые сформировали бы живую буферную зону между вооруженными курдами и турками. Тем не менее, я не знаю, правильно ли ваши фразы о курдах, которых ждет печальная участь. Речь идет, прежде всего, о сирийско-курдской партии демократического единства, пыть, которая сейчас является самой мощной вооруженной силой в рамках курдской общины Сирии. Турция считает ее всего лишь ответвлением турецкой рабочей партии Курдистана, ПКК, которую, однако, необоснованно называет террористической. Хотя мы, разумеется, можем долго спорить о том, когда порабощенный народ может или не может прибегать к террористическим формам борьбы. И если, например, мы поддерживаем курдов, то почему мы не можем поддержать палестинцев? Американцы, которые поставили себе на службу как раз этих курдских ополченцев и основывают на них свои сирийские демократические силы, СДФ, теперь решили отменить все прежние лозунги и переименовать их. Так что теперь мы говорим о партии будущего Сирии. Успокоит ли новый имидж турок? Вряд ли. В руководстве остаются все те же люди с первоначальными ультралевыми идеями в духе Аджалана. Кстати, довольно странно, что группировка, которая практически отказывается от частной собственности и собирается создать некое утопическое бесклассовое общество, добывает на это деньги, служа американцам. Есть в этом что-то странно извращенное и глупое. Некоторые другие курдские партии и движения убеждены, что даже под новым названием целью останется только власть и они продолжат жестоко подавлять всякую оппозицию, в том числе внутри курдской общины. Я говорю о незаконных арестах, пытках, убийствах неугодных курдов. И при этом они без колебаний сравнивают переименование СДФ с переименованием Аль-Каиды, запрещенная в РФ организация, примечание редакторов, два года назад. Это уже кое о чем говорит, в том числе и о напряженности и ненависти, которая живет в курдском народе, не только, в Сирии. И здесь мы подходим к вопросу, в итоге курдов как таковых, возможно, ничего плохого не ждет, но радикальную часть их политической сцены эту часть постигнет обязательно. Кстати, не безинтересно, что сейчас турки вытеснили из Африна, по некоторым данным, до 200 тысяч курдов, которые пока прибывают на сирийской правительственной территории, на севере и в провинции Алипа. Именно там в прошлом году оказалось более 100 тысяч арабов, которых курдские ополченцы, служащие США, выгнали из домов, когда в рамках американской войны с ИГИЛ освобождали, а фактически захватывали Раку и другие города на востоке Сирии. Теперь там, наверное, смотрят друг на друга бездомные с востока Сирии из Африна и думают, что это, черт подери, произошло. Или они уже тянутся к автоматам, чтобы свести счеты друг с другом. Я хочу сказать, что ситуация невероятно запутана, но нынешнее положение, которое мы наблюдаем, отнюдь не окончательный вариант. Я готова поспорить, что через два-три года все уже будет по-другому, и участь курдов, пусть и не те испыть, а более конструктивные и реалистичные, уже не будет столь плачевной. Наш парламент посетил спикер палаты и представителей Конгресса США Пол Райан. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты вот уже сто лет поддерживают наше независимое чешское государство, и сообщил, что США не потерпят российских попыток подорвать единство западных государств. И он не слишком ругал нас за то, что мы не выделяем 2% ВВП на оборону. Что вы скажете о его выступлении? От слов Рая у меня легкий мороз пробежал по коже, потому что это совершенно пустая с идейной точки зрения речь напомнила мне лучшие годы и периода коммунистической нормализации в Чехословакии. Просто невероятен тезис о сотни лет, на протяжении которых мы якобы вместе боремся за мир и свободу. А как же 1938 и 1989 годы? Вот тебе и на. Мы, прямо как они, пришло мне в голову. По сути это подтверждает правоту тезиса профессора Коу Колика о том, что туда наверх попадают в основном деприванты, которым в данном случае местные прислуживающие деприванты с восторгом аплодируют. За какими событиями нам стоит следить в ближайшие дни? Россия пообещала преподнести сегодня Великобритании какой-то сюрприз, правда, если успеет. Что же это будет?